Садовый мир Вот его традиционно сажают под зиму Зачем это нужно делать? Ну, во-первых, это экономит очень хорошо время весной, это раз А во-вторых, лук, который от подзимнего посева, от подзимной посадки Он имеет хороший забег во времени для того, чтобы хорошо набрать луковицу И чтобы пораньше созрел урожай И уже где-то в июле вы будете иметь хорошие полноценные луковицы Еще один немаловажный момент Вот эти луковицы у вас укоренятся уже сейчас А расти начнут они весной И вот это очень важный момент с точки зрения поражения этого лука Таким опасным вредителем, как луковая муха Дело в том, что посадка весенняя совпадает с летом этой луковой мухи А она летит на запах И когда луковка пробивает у нее Вот здесь вот на донце начинают расти корешки У нее эта луковица издает характерный запах Вот мы с вами этого не чувствуем А насекомые, животные, они обладают гораздо более сильным обонянием И вот поэтому вот этот момент они очень хорошо ощущают И летят как раз вот на этот запах А поскольку у нас с вами луковка укоренится осенью И она уже хорошо там зацепится Корешки далеко уйдут Вот эта луковая муха не будет иметь возможности Посадить свои яйца и личинки вот сюда вот в основании этого донца Именно вот она просто не почувствует и запаха его И уже эти корешки здесь не будут такие нежненькие В общем момент для нее будет неподходящий Это очень важно Потому что иногда от луковой мухи наш лучок страдает очень сильно Какой нужно выбирать лук? Ну вот я здесь отобрала специально Это луковки, которые у нас обычно бракуются Когда мы перебираем лук для хранения Мы его выбраковываем Вот такой лучок, меньше сантиметра в диаметре Он очень плохо хранится, высыхает И нам его весной все равно приходится выбрасывать А если мы с вами его сейчас посадим, этот лучок Вот в данном случае у нас тут очень хороший посадочный материал То мы и сэкономим время И у нас здесь будет экономия еще посадочного материала Если что-то не получится, не дай бог Нагрянет у нас оттепель с вами в декабре И вот наш лук там прорастет и потом замерзнет Но ничего страшного Мы можем потом пересадить Но вот эта вот осенняя посадка, я еще раз говорю Она экономит время весной Она делает наш лук более устойчивым Он раньше созревает и уходит от поражения луковой мухи Итак, как нужно сажать? Я вот уже здесь подготовила бороздки Посмотрите, они довольно-таки глубокенькие Очень многие сажают лук вот под зиму, вот так Вот и все, даже вот выше Вот он чуть ли не выглядывает оттуда Вот это неправильно такая посадка Лук этот, он обязательно выпирает из земли И страдают вот эти корешки от ранних заморозков, ранних морозов Нужно сажать так, чтобы над шейкой Не над корневой шейкой, а вот над шейкой Вот к верх ногами, кстати, посадила тоже Обращайтесь на это внимание Видите, он тут какой И с этой стороны заостренный, и с этой стороны заостренный В общем, нужно сажать так, чтобы над шейкой было полтора сантиметра Где-то примерно высоты грунта Корешками вниз сажаем Не торопитесь, каждую луковку рассматривайте Иначе вы можете посадить неправильно Вот примерно на таком расстоянии Их нужно и сажать Советую сажать чаще Но, судя из моего опыта Вот при такой посадке Все получается очень даже хорошо Вот мы его так заглубляем Если у вас на луке Он, допустим, неправильно хранился Или еще как-то появились Вот здесь вот уже корешочки появились Вы ни в коем случае вот так его туда не вдавливайте Вы тогда очень аккуратненько Или пальцем, или колышком Сделайте вот такую вот дырочку Вот так раз И только потом уже аккуратненько Вашу луковку Вот она сама кверх ногами перевернулась Вот, аккуратненько луковку вашу ставьте Потому что у всех луковичных культур Очень уязвимые корни И если они у вас поломаются То уже потом новые корешки могут и не отрасти Ну вот мы выбрали самые такие маленькие луковки Хотя я посажу все Это лук очень хороший, импортный Называется он Шекспир Он не стрелкуется, этот лук И у него можно сажать даже вот такие вот луковки Ну вот будем считать, что мы посадили с вами этот лук Дальше мы его должны засыпать Вот если мы сажаем с вами В такую погоду Холодную, когда заморозок Когда земля уже вот такая вот Смерзшаяся И вот эта бороздка у нас вся смерзлась То вот в этих целях У нас всегда под рукой должна быть Земля не промерзшая, сухая И мы просто-напросто берем И вот так вот этой землей Засыпаем наши луковки Кстати, очень хорошо добавить Туда в бороздку золы Это и как удобрение И как предотвращение различных гнилей Потому что возбудители грибковых заболеваний Они не любят золу и щелочную реакцию Вот мы так с вами посыпали И удобрили наш лучок Еще если у вас земля Не плодородная Вы можете сюда внести компост Или какие-то минеральные удобрения Здесь вот у нас очень хорошая земля Мы лисе и сидерата перекопали И здесь у нас была земляничная грядка В этом году Мы хорошо эти земляничные кустики подкармливали Поэтому здесь у нас земля очень плодородная Я вот ограничу только тем Что внесу вот так вот золу Вот И вы вот так, если у вас морозная погода Этой сухой землей засыпаете Если у вас почва позволяет Вы просто это вот так вот Закрываете все Вот Еще один момент Если вы боитесь, что ваш лук замерзнет Все-таки, да, очень многие опасаются Вот этой подзимней посадки Берите, пожалуйста, и мульчируйте свою грядку Например, это может быть ботва от флоксов От рубеки Еще какие-то у вас кусты были Однолетние или многолетние Там вы все равно будете срезать И вот прям укладывайте сюда И это будет как дополнительное утепление И все, будьте уверены, что на следующий год Ваш лучок очень хорошо взойдет Будет хорошо расти Даст вам ранний урожай И вы поблагодарите нас за то Что прослушали этот наш видеоматериал Заходите к нам на сайт Мы рассказываем много интересного И задавайте свои вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...